Здорово, бандиты! Вот и долгожданная вторая часть видеоролика о легких трюках на BMX. Встретов, если вы не смотрели первую часть, то переходите по ссылочке в правом верхнем углу экрана или же в описании к этому видеоролику. Также не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые обучающие видео по трюкам на BMX. Как я уже говорил в прошлом видео, но повторюсь еще раз и в этом, все трюки, о которых я сегодня буду рассказывать, можно научиться без всяких обучалок и в очень короткие сроки. Если вы не знаете, чего бы новенького такого в стриту делать, то обязательно смотрите это видео до конца, узнаете пару новых трючков, которые можете быстренько научиться и начать применять в стриту. Ну и первый трюк, про который я хотел бы рассказать, это фуджем. И вы сейчас, наверное, такие, Антон, ну как бы фуджем, это в парке, там на квотере. Но нет, стрит-катание подразумевает также катание на подкатах. И фуджем, в принципе, очень хорошо применяется в катании на подкатах, в катании в стриту. Если вы хотите просто развернуться и не хотите особо напрягать себя какими-то сложными техническими трюками, то тут подойдет идеально фуджем. Вы можете просто сделать, развернуться и поехать дальше. Фуджем делается довольно просто. Едете на небольшие скорости и вставляете переднюю ногу в переднее колесо. Только не разгоняйтесь сильно быстро, потому что есть шанс перекульнуться через руль, и это чревато лицом в асфальт, и никто этого, естественно, не хочет. И после того, как вы вставили ногу в переднее колесо, вы спокойненько можете себе отпрыгивать назад. Но на подкате же вы подъезжаете немножко в алю, становитесь на фуджем, и уезжаете в ту же сторону, с которой приехали. Я, к примеру, на подкатах очень люблю делать фуджем на фейке. Это тоже такая очень простая вариация фуджема. Если вы умеете запрыгивать в фуджем, то на подкате сделать фуджем на фейке для вас не ставит вообще никаких проблем. Ну и следующий трюк, который для некоторых, возможно, будет немножко неожиданным, потому что мало кто вообще задумывается почему-то, что можно так сделать. Это фуджем 180. Трюк также очень простой, на плоскоче. Если вы научились хотя бы минимально делать фуджем, то вы без проблем сможете сделать фуджем 180. Фуджем 180 очень похож на ноль и 180 или рокпул. Только во время того закрута вы вставляете ногу в переднее колесо, вследствие чего колесо блокируется, и вас просто докручивает и разворачиваетесь так. После чего, естественно, ловите педаль ногой и выходите с фейки. Многие недооценивают почему-то этот трюк, и в стриту вообще его не делают, и не думают, что это какой-то стритовой трюк. Хотя в фуджем 180 это прямой путь к фуджем 360, который уже в стриту очень хорошо делается, как на плоскоче, так и в какие-то скаты и в какие-то дропы. Трюк очень редкий, но зрелищный, поэтому всем вам советую его научиться, тем более что учится он довольно-таки быстро и просто. Следующий трюк уже требует от вас такого небольшого контроля над BMX. Если быть точнее, то контроля над мануалом. Этот трюк называется Touch Hop. Кстати, я точно не знаю, как он называется, поэтому если я ошибся, то обязательно поправьте меня в комментариях, но насколько я слышал, это называется Touch Hop. Смысл трюка в том, что вы, подъезжая к какой-то бордюрке, к какой-то невысокому камушку, еще чему-то, делая банихоп, цепляете это препятствие задним колесом, и это препятствие вас с заднего колеса как бы подкидывает еще вверх. Трюк достаточно бесполезный, но смотрится довольно-таки прикольно и по ощущениям тоже интересно ощущается. Трюк не сказать бы, что очень полезный в стриту, но он просто добавит вам какого-то скила, что ли, стиля. Не знаю. С этими вопросами лучше не беспало вообще обращаться, а не ко мне, блядь, парка сам катается, дает советы про скилл в стриту. Все. Ну ладно, со стилем стриту вы уже как-нибудь сами разберетесь. Мы летим к следующему трюку, и это Rockwell. Трюк выглядит довольно-таки просто. То же самое, что Fujim 180, только не надо вставлять ногу в переднее колесо, надо было вообще трюки наоборот. Сначала 0-180, Fujim. Едете на небольшой скорости, берете закрут, и переставляете заднее колесо. Rockwell очень простой, и этот трюк советую начинать учить всем, кто только вот купил BMX, и только вот начинает учить банихоп, и не может еще сделать 180 с банихопа, то Rockwell идеально подойдет для того, чтобы понять это вращение, даже если вы не умеете выход из фейки, это придет уже потом, даже если не умеете выход из фейки, то Rockwell вам даст понять, как делается само вращение на BMX. Трюк обязательный к изучению, если вы новичок в катании. Но проблема Rockwell в том, что вы его особо в стриту не сможете применять, он как бы только на плоскоче, но может на каком-то подкате, можно ухитриться его сделать, но чтобы применять вращение с переднего колеса в стриту, вам тут уже понадобится 0-180. И 0-180 выглядит точно так же, как Rockwell, только в конце вы делаете отскок, то есть нолли. Тем самым вы можете делать 0-180 с разных препятствий, со ступенек, с парапетов и так далее. Кстати, обучалка по этому трюку будет в описании под этим видеороликом. Переходите, чекайте, старался очень подробно снять обучалку про этот трюк, поэтому все там. Но тем временем мы летим дальше, и вы сейчас опять, наверное, подумаете, что Антон, ты дурак, потому что следующий трюк это кейвман. Если кто-то не знает, то кейвман и ниндзя дроп это одни и те же трюки. Не знаю, откуда пошли эти названия вообще. Напишите в комментах, если у вас есть какое-то мнение по этому поводу. Я не знаю, я называю кейвман, кто-то называет ниндзя дроп, без понятия вообще, откуда это пошло. Но тем не менее, обожаю его делать трюк. Он очень крутой, когда у вас есть какой-то дроп и какой-то подкат. Делать его только в кайф. Очень легкий трюк. Сделать его на самом деле довольно-таки просто. Вы держите велосипед в руках, одной рукой за руль, второй рукой за сидушку и подкидывая его вперед и чуть-чуть под себя, прыгаете сами и ловите ногами в педали и рукой сидухи хватает за руль. Про этот трюк есть, кстати, подробная обучалка у Ромы Хайруддинова. Ссылку на нее, опять же, оставлю в описании под этим видеороликом. У него просто супер обучалка, сам по ней научился. Лучше я не сниму, поэтому, если хотите классно делать этот трюк, то переходите в описании под видеороликом. Там будет ссылочка на Шарагу PMX Online. Шарага. Слайд-бар. Казалось бы, Антон, боже, что ты несешь? Но некоторые реально не знают, что можно сделать слайд-бар, а не чикен-бар, потому что... Не знаю, потому что... Не знаю, почему, но слайд-бар на самом деле очень легкий. Он делается проще, чем чикен-бар. И с ним можно немножко поприкалываться. Трюк выглядит так. Едете на небольшой скорости, берете закрут в сторону вращения руля, то есть в опозе. Если у меня правая нога впереди, я еду вправо, получается, по дуге, как бы вращения руля. И просто закручиваю руль, не поднимая переднее колесо. Колесо начинает скользить, и, естественно, делается слайд-бар. Для начала сделайте, естественно, просто обычный слайд-бар. С этим вообще никаких, ни у кого проблем не возникало. Этот трюк делается просто со второй, с третьей попытки. Но потом можете уже подурачиться, научиться там двойной бар-спин, тройной слайд-бар-спин, квадро-слайд-бар-спин. Блин, ворлдферлс можно сделать. Просто сделать, не знаю, пять слайд-баров, типа нейтроциркус просто в сторонку курит. Дальше я вам расскажу об таком как бы трюке, но это как бы не трюк, это больше я бы отнесся к навыку. Это сайт-хоп. Все вы знаете, что научившись бани-хоп, вы можете запрыгивать на какое-то препятствие или перепрыгивать, ехав по прямой. Но сайт-хоп это прыжок вбок. И именно этот сайт-хоп даст вам немножко больше контроля, немножко больше уверенности в стриту, потому что вам уже не надо будет разгоняться по прямой и запрыгивать на парапет. Вы уже сможете ехать просто сбоку и запрыгивать на него, на какой-то мануал, еще на что-то. Очень прикольно, очень сильно расширяет кругозор в плане стрит-катания. Также можно не только сайт-хопом запрыгивать, но и спрыгивать, если вам это нужно. Очень полезный навык или трюк, называйте, в принципе, как хотите. И я бы хотел от себя добавить, что, как мне кажется, этот трюк или навык обязательен к изучению для начинающего райдера. В дальнейшем он вам очень сильно пригодится, и вы будете лучше чувствовать велосипед и появится больше контроля над ним. Ну и последнее, о чем я вам сегодня хотел рассказать, это смит на бордюрке. Смит на бордюрке. Нет, мне реально смешно немного об этом говорить, но это легкие трюки. Смит на бордюрке делает... Блин, это что, столько, блин, просто, нафиг я вообще об этом говорю. В общем, смит на бордюрке выглядит так, что едете, закидываете переднее колесо на бордюру и делаете смит на бордюрке, как бы, я обычно так торможу. Я не знаю, что это еще сказать, но смит на бордюрке, тут все скажет. Но если вы делаете смит на бордюрке, то сразу видно, что вы смотрели видос, легкие трюки на BMX в стриту от Антона Шурика и... Да. Вот, в принципе, и все трюки, о которых я хотел вам рассказать. Напоминаю, что первое видео про легкие трюки на BMX будет по ссылочке в описании к этому видеоролику. Переходите, зачекайте еще первый видос, чтобы быть вообще в теме простых трюков, легких трюков, суперпростых легких трюков. Вот. Эти трюки дадут вам некоторую базу в стриту, тем более, что эту базу очень легко и быстро можно выучить. Обязательно пишите о вашем прогрессе с трюками на BMX в комментарии. Все читаю, на все отвечаю. Надеюсь, это видео вам чем-то поможет и вы научились чему-то новому. Спасибо за просмотр. До новой катки. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!